Дальше проедем по лесу. Дремучий будет Саровский лес, где даже вы почувствуете определенную опасность, потому что это настоящий дремучий лес. Это громадные сосны, там столетние. Такая атмосфера мох двух видов, значит, зеленый и белый. И прямо идешь по нему, как плывешь. Мягкий такой, такая удивительная для этого наши полосы, вот этот мох. Ягель и мох. На мху растут, чистейший гриб. То есть лес кормит, да? Очень, очень много ягод. Вот сейчас будем проезжать мимо, будет Иван-чая, целая поля. Мы их сейчас не увидим, потому что он, как обычно, не поднялся. А в июне начинает цвести, собираем, делаем чаи с Иван-чая. Можем вам, не можем, а отцепим вам с собой, нашу Ивейскую ванчаю. Благодарю, благодарю. Обязательно. Мы его добавляем. Мы делаем, кстати, травяные чаи. Видите? Даже грузовики стояли. Там водой было все залито? Естественно, это сейчас высохло все, да. И вот они, даже эти крупные грузовики, объезжают эту яму, вот по этой дороге. Как многие друзья. Вот там продавили какую-то коленю. У них нагрузки серьезные, да. Вот мы даже цепляем своим клиренсом. У нас клиренс 25 сантиметров и то. Тремся между этими колесами. Тут же как-то надо думать. Вот я говорю, вот он, ребят. Вот он идет. Вот где дороги, вот такие зыбучие пески, так называемые. Да, да, давайте. Батюшка Серафим, источник батюшки Серафима, это исторический источник. Значит, его место открытия, время открытия, 1953 год. В 1953 году закрыли город Саров, назвав его Азамас XVI. А источник батюшки Серафима и монастырь, где подвязался батюшка Серафим, находился в городе Саров. В 1953 году закрывают город Саров, делают его секретным. И обычным людям нет возможности к святыне прийти. Господь нам дает возможность приобщиться к святыням и открывает источник батюшки Серафима. Вот это озеро. Прежде это было не озеро. Прежде это было 12 струй, которые били из берега реки. В 2000 году произведена реконструкция. Русло реки перегородили, образовав озеро. Эти 12 струй святых образуют озеро и переливаются в реку Сатис. А русло реки Сатис проложили по новому месту. А раньше оно как раз тут и шло? Да, это русло реки Сатис. Шло по этому озеру. И вот из берега в 2000 году делала 12 струй. И вот эти струи сейчас наполняют этот озеро. Кстати, подача воды такая. Наверное, если обратим внимание. Вот с первой стороны подача слева, там где забор воды происходит. А дальше вправо, в конце, как бы сказать, идет перелив. Потому что там труба где-то трех фото, и она постоянно сливает воду. Это говорит, что подача воды такая, что не было случаев, чтобы вычерпали этот источник. Вот придут 200 человек, 300, будут вычерпывать, а вода все равно будет переливаться. Потому что подача сильнейшая. И этот источник нельзя, как бы, подача великая. Мы вчера там как раз окунулись в это купили, вот все. Почувствовали какое-то, у Алика головные боли исчезли. Я посвежал, у Виктории что произошло? Я вообще как будто меня перезарядили. Перезарядили. Кстати, вода бирюзовая, как в Черном море. Чистый цвет бирюзы. Если нырнуть в солнечный день и посмотреть в толщу, мы видим чистую бирюзу, морская вода. Мало того, вода в этом источнике не замерзает никогда. Были морозы, была неделя. Года три назад неделю морозы стояли за 40 градусов. То бишь, зимой менее 40-43, днем 35-33. Неделя мороза. Мало того, в эти морозы мы ездили и купались 3 дня подряд. 35-33 и не замерзли. Он схватывает по краям, центр свободный. И лед по краям, ну, буквально там 2 сантиметра. Там это как никакой. Ну да. Хотя реки в эти морозы промерзают до дна. На них можно, даже на быстрых реках, вот в нашей местности, та же Вичкинза промерзает до дна. Можно ездить на автомобилях. И вот этот источник, он, да, он, кстати, обладает сильно очищающей способностью. Потому что, если в него зайти не один раз, а три раза. Вот. И поболее раз покунаться. Ну, как во имя отца, если на светок дух. И еще можно за родных, за близких. То очищающая способность вода такая, что, когда выходишь из источника, ну, происходит что, Геннадий? Происходит сначала охлаждение, потом расширение. Охлаждение, расширение, когда много раз. И кожа сама очищается. Ты выходишь, у тебя кожа скрипит просто. Серьезно. Как после бани. Я вчера сказала про кожу. Очищая. Я говорю, кожа как будто была просто... Ижа нам. И когда вот несколько раз заходишь, вот именно несколько раз, происходит само очищение, без какой-либо химии. И источник так отдирает. У нас был случай. К нам приехала знакомая из Рязани, Юлия Завода. Вот она стояла на ступенях. И выйдет, зайдет, выйдет, зайдет. А на ступени один уровень воды. Ну, вот так вот она стояла. А потом приезжаем к нам в гостевой дом. И она говорит, смотрите, что у меня с ногами. И показывает ногу. У нее вот эта нога. Вся кожа блестящая, получащаяся, выше матовой кожи. И четкая граница, как она стояла. Сама вода повлияла на кожу. Без какого-либо воздействия. И это источник батюшки Серафима Дима. Но мы едем на второй. И вернее, он такой же и первый источник Дивеева. Это явленный источник. Это исторический источник. Здесь в 1903 году проезжал царь Николай II. На прославление батюшки Серафима. К нему вышли жители с водой из этого источника. Дали ему испить. Он говорит, вкуснее воды я не пиваю. Он пошел на источник и долгое время провел. И радовался красотой вот этой природы, которая у нас есть. Сейчас поедем по искусственному мостику. Смотрите какой мостик. Гривенчатый мостик. Естественно, ручной мостик. А вот тут, пожалуйста, дорога. Которая летом сухая. Сейчас она на 70 сантиметров водой. Наша дорога как по маслу зашла в цепи. Я вышел убирать. Вышел убирать. Зашла дорога в тупик. И все прибрали. Если бы камера передавала запахи. Скоро ведь это будет. Что-то надо, да. Стойте, стойте, стойте. Надо подать это кино. Вот такие тяжелые. Молодцы. Тут за сюда даешься. Да. Да. Здесь даешь. Ну мы приехали, ребят. Поэтому тут нам эти две клести. Ага. А здесь как-то веселее, да? Ага. Ну да. Тут полянка. Да. А всего-то да казалось проехать, да? Степанович. Там можно пыль и сесть. Да. Там рыхло не встать. Если что-то машина садится и призыпляться не будет. Ага. Вот такие искренние. Да. Смотри какой огромный. Вот как бы вот так вот он лежит. И вот как бы лапами вот морду поднимается. Ну ты вот тут вот похожи очень. Вот морда вот лапы. Вот такой вот гранит. И вот такой камень богатырь. И вот такой значит отчий Серафим нашел. И вот такой значит. Это тот самый медведь, который ходил к батюшке Серафиму, и когда батюшка почил, он превратился в камень. А батюшка находил где-то подобный камень, на котором стоял молился. На иконах мы видим... Вот, идите сюда, как здорово! Смотришь на сосну, а тут цветет черевок. Там смола выделяется. Именно так. Это микро-частицы смолы. Это черный цвет, это смола. Она летит с этих, и попадает на камень. И он остается черный. На самом деле он красный. Второй, да, у приказа запах. Чудесный. Белый? Да. Но ты не столько хоть походу. Семен Бердович, попробуй камень. Вот вкус, даже камни платят. Вот он. Смола. Прям чистая жрица. Смола выделяется, да? Падает на него. А, падает. Ну да, вот. Понихай. Живица. Уже пытался кто-то видеть от кабины. К сожалению, да. Есть такие любители, отбиваются. Где-то свежие следы. Вот кто-то долбил. Посмысленно. Он не теряет все. Конечно, если каждый раз отобьется с ними. А смотри, сколько гладкие. Удивительно, да? Прям, прям, реально. Ну, не машина, конечно, я преувеличил. У меня просто иногда в голове... Специальное место для того, чтобы посидеть. Ну, как не его, точно. Ну, такое что-то мощное, да. И вот, видишь, его пробуют подчищать. Смотреть, насколько он... А он все равно там... Что это там впереди? Это жильность какая-то? Нет, что же. Да нет. Бревно это лежит. Как-то недобра она лежит. Ну, недобра, правильно. Картер повез машину. Привет. Да нет, ничего-то не сидит. Мне показалось, что кто-то вот так вот пришел. Да нет, бревно кинули, и оно вот так вот. Оно встало, да. Здесь место уважение вызывает, да. Это нам здесь хорошо. Сейчас вот туда зайди и потеряйся. Попугаться хочешь? Нет. Сделаешь, что потерялся. Я очень... Ну, что-то мне, конечно, представь, сколько он весит. Точно так как вода, без грани. А, еще выше. Вон она, где черемуха. Я и говорю, да. Там еще одна икона, да. Ага. А вообще сосна эта мощна, но она не только. Это сосна. Она кланится уже в эту сторону. Мощна, мощна. Обратите внимание, дерево гигантское, а крона вот только наверху. Ну да. Тут все уже нерабочее. Тут все уже не рабочее.